Доброе утро, Доброе утро, Крокус! Я очень сильно волнуюсь, я волновалась все утро, но я знаю, что у меня классная тема, у меня классные слайды, и я думаю, что мы сейчас с вами отлично поработаем. Еще раз, кроме того ролика, скажу о себе. Меня зовут Юлия Рожакова, и давайте поздороваемся с вами. Спасибо. Ну что, у меня тема, которая пригодится любому человеку и в жизни, и в бизнесе, тема решений. Людям свойственно сомневаться. Я вот сегодня тоже очень сильно сомневалась, что обуть туфли или кроссовки. Талия у меня прическа, честно говоря, до сих пор над этим есть некоторые сомнения. И я думаю, что каждый день мы совершаем маленькие выборы. Они могут быть какие-то небольшие, они могут быть глобальные, они могут быть такие, которые влияют вообще на дальнейший ход событий моей семьи и целых поколений. И вот эти решения, навык, скажем так, принимать решения, он на сегодняшний день является, вот действительно это качество человека, это является навыком. Мы сегодня видим, когда принимают на работу соискателей в анкете, стоят такие пунктики, навык совершать быстрые решения и решать в условиях неопределенности и, скажем так, недостатка информации. Вы согласны с тем, что хорошая жизнь – это результат правильно принятых решений? Да, и мы совершаем те или иные выборы для того, чтобы улучшить свое текущее или будущее состояние. Но есть одна проблема, вот, я думаю, вы с ней согласитесь. В детстве нас не учат принимать решения. Это мои дети. Да, Таечка сидит и здесь не знает, что ей поесть, да, с пустой тарелкой. Это моя младшая дочка, вот, потом, наверное, определилась с мороженым. И моя мама и моя свекровь нам часто с мужем говорят о том, что они как-то не так выглядят. Все время нас в этом отношении ругают так условно, да. Мама говорит, Юля, я покупаю столько им красивых вещей, я им покупаю классную обувь. Почему они так всегда, ну, выглядят вообще как бомжи даже. Да, свекровь мне тоже говорит, господи, они как будто бы все беспризорники. Они вот так как-то непричесанные, вообще делают с собой что хотят. И вот на самом деле, да, вот, ну, Тая, она ходит в шортах в октябре и в куртке, ну, в общем, это нормальный для нее прикид. Они умеют и сами одеться как хотят, они красят волосы. То есть в этом отношении, почему я это позволяю, почему мы это с мужем, да, позволяем? У меня есть всегда чем успокоить моих родителей. Я не хочу решать за них, что им кушать из того, что в холодильнике, что им одевать, с кем дружить, какой сейчас контент в том числе, да, потреблять, кроме, ну, кроме объективно такого опасного. И это Алиса, да, Алиса тоже у нас такой маленький блогер, моя средняя дочка. Потому что детство, я считаю, это тот полигон, где мы можем научиться безопасно принимать решения. То есть мы можем этот навык там получить. И я думаю, что в этом зале большинство из вас, вы, наверное, согласитесь, лет до 20-25 нас подчиняют чужому выбору. Можно я, я хочу услышать тех, кто считает, что до 20-25 лет действительно за вас все было определено. Где учиться, какую профессию выбрать? Да. И право выбора, на самом деле, дает нам как раз-таки ту уверенность в себе, ту уверенность в этом мире для того, чтобы идти дальше, да, и для того, чтобы наша жизнь действительно была такой, которую мы ее создаем, то есть той авторской жизнью. Просто к чему это все ведет? Ведет это все к тому, что если мы не приобрели такие навыки в детстве, то сейчас мы плохо отслеживаем, мы, в принципе, не умеем отслеживать свои желания, да, мы не можем понять истинно, чего мы хотим, мы просто себя уже не слышим, то есть мы не прислушиваемся к каким-то своим внутренним хотелкам, потому что они уже заглушены, да, то есть просто я себя не воспринимаю. И какие последствия от этого бывают? Я думаю, что сейчас, может быть, кто-то узнает себя, а может быть, конечно, вы, нет, это не про меня. Вот такие примеры, когда последствия очень простые, мы просто делаем не те выборы. То есть, еще раз, да, например, покупать здоровую еду или заниматься спортом, то, о чем говорила Катя, да, потратить, может быть, на какое-то свое увлечение или хобби, деньги, нам почему-то бывает жалко, да, но затусить на ту же самую сумму в баре – это окей. Я считаю, вот здесь как раз-таки отсутствие этого навыка влечет к вот таким выборам. Давайте посмотрим, какие еще примерно они могут быть. Когда мы говорим, давай разберемся в чем-нибудь, давай ты посмотришь что-то новое, будешь развиваться, будешь, ну, может быть, освоишь какой-то новый бизнес, новую профессию, новое направление, то ты говоришь, что у тебя нет времени, у тебя нет двух часов, трех часов в неделю или в день, но посмотреть несколько серий сериалов – это все окей. Кому это знакомо? Можно честно признаться? Окей. Ну и то же самое, да, мы говорим, давай рассмотришь бизнес с крутыми возможностями, с безграничными, да, с огромным потенциалом, огромным ресурсом, где тебя в том числе будут учить принимать решения. И ты говоришь, это дорого, но купить топовый айфончик – это окей. У кого топовый айфончик? Хорошо. Жизнь – это приоритеты, это выборы и решения. И я наблюдаю следующую картину, что часто мы какие-то просто перебираем в голове гипотезы, почему у нас должно что-то, ну, то есть почему мы не решаемся на те или иные вещи, да, вдруг не получится, может быть, это не мое, а как по-друге обо мне будут думать, и прочие вот такие вот мысли закрадываются в голову. Но я убеждена в том, что если ты отталкиваешься от цели, например, выходить на хороший уровень дохода, получить больше свободного времени, получить развитие, свободу, признание, и когда ты этого действительно хочешь, то ты под эти цели подбираешь инструменты. И подходит ли под те цели, которые сейчас вы видите на этом слайде, подходит ли под эти цели такой инструмент, как наш бизнес, как бизнес UDS? Я себе ответила на этот вопрос 5 лет назад, и, конечно же, я тоже сказала свое твердое «да». Сегодня я на этой сцене перед вами для того, чтобы сопроводить вас к этому решению. Если вам действительно все откликается, вы сегодня пришли в зал во второй уже день. Можно я еще раз услышу, кому вчера все, что происходило, точно откликается? И знаете, вот вчера Вячеслав сказал о том, что у нас акция, это очень крутая сейчас, ну такой крутой момент, да, действительно для того, чтобы решиться и сделать первый шаг, сделать первый шаг в сторону своих истинных целей, задуматься о своих желаниях, о том, чего я хочу действительно, сделать свои выборы в жизни. Но этого шага будет мало. Почему я это знаю? Потому что наш бизнес и, в принципе, любое серьезное дело, которым вы захотите заниматься, это серия принятых решений. Это не один какой-то шаг. Так не получится. Сегодня ты просто регистрируешься как партнер. Завтра ты будешь определяться, с каким пакетом, на какой франшизе UDS тебе будет действительно выгодно и интересно работать. Послезавтра мы будем планировать события, на которые нужно тоже фокусироваться, на которые нужно приезжать, на которые нужно приглашать гостей. И послезавтра мы будем планировать твою квалификацию, твою карьеру здесь. И это каждый раз, это тоже решение. Вы понимаете? То есть каждый раз жизнь будет проверять, насколько твердое твое «да». И поэтому я понимаю, что для этого тоже нужны определенные инструменты, как же эти навыки вырабатывать и как этому обучиться. Здесь сегодня покажу всего лишь один такой метод. Вы его, возможно, знаете. Я не буду на нем останавливаться и даже комментировать. Я просто скажу о том, что представьте, есть целая наука о принятии решений. И вот этот метод называется квадрант, здесь написали квадрат, квадрант Декарта. Это четыре сценария, которые, ну, по сути, такая коучинговая методика, при которой вы сами себя опрашиваете и сами себе отвечаете на эти вопросы. Сфотографируйте этот слайд. И если у вас есть определенные до сих пор сомнения, я вам рекомендую ответить на все эти четыре вопроса. Не успели. Кто-то не успел. Хорошо. Когда я чувствую, что со мной что-то не так, что я теряю энергию, что я выгораю, я четко сейчас осознаю вот такой момент. Я просто не приняла каких-то решений. Кто замечал такое, что если вы выгораете, если в вас уже не осталось вот прям никакого ресурса, желания что-то делать, двигаться куда-то, то вы просто, вот вы все сейчас растворились в определенных сомнениях и просто не знаете, что делать, ну, вот в какую альтернативу из всех выборов выбрать. Замечали такое? Да. Поэтому я четко почему-то убеждена, что наши неврозы – это тоже непринятые решения и отложенные выборы. Ну и, конечно, чего я придерживаюсь, это получить опыт. Я считаю всегда, я сейчас всегда голосую за опыт, за то, чтобы… это неважно, получится у меня или не получится, но я двинусь на одну ступеньку вперед, потому что лучший опыт, чем не решиться ни на какие действия и получить просто ничего. То есть вот просто ничего. В жизни большинства людей именно наши мысли и наши эмоции являются самым большим препятствием. То есть только то, что внутри нас является самым большим препятствием в вашей жизни. Я думаю, это вы прекрасно понимаете. Авторская позиция. И сейчас, после Кати на выступление, я тоже считаю, что мы имеем право прожить долгую, счастливую, классную жизнь и получать яркие и глубокие опыты. И в этих опытах постичь все знания этого мира. Поэтому всегда, всегда, когда мы уклоняемся от какого-то выбора, мы уже его на самом деле невольно сделали или за нас его сделают другие. Я хочу вам всем пожелать сегодня получить, принять свои любые решения, особенно если это решение касается нашего бизнеса, я вас в него всей душой приглашаю и гарантирую вам, что вы такого опыта больше не испытаете никогда и нигде. Добро пожаловать в Global Intellect Service. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok